Здравствуйте, уважаемые дамы и господа! Сегодня 44 занятие нашего замечательного курса, в котором мы разбираем с точки зрения иврита лексики, грамматики, в основном тексты Торы, ну и молитв. В прошлый раз мне поступила просьба разбирать несколько помедленнее, чтобы участники успевали. Я очень постараюсь в этот раз придерживаться менее напряженного темпа, но мне было бы очень полезно, если бы вы давали мне обратную связь. Сейчас, честно говоря, я рассчитывал на то, что такая связь будет. Я начну с того, что немножко расскажу о том, как я учил иврит в далекие 80-е годы, в начале 80-х годов. Были, конечно, уже учебники израильские, были самоучители, был даже словарь, но преподавателей как таковых, ну, по крайней мере, в моем городе не было. Вот. И организованных групп, конечно, не было. Не было интернета, не было электронного словаря, как вы догадываетесь. Вот. Но зато была Тора. И я поставил себе целью прочитать Тору. Я читал ее, поскольку я умел читать, то есть я знал буквы огласовки, вот. И я знал какие-то некоторые слова. И вот, значит, какой-то год я открывал в субботу днем текст Торы с переводом на русский язык. Перевод был ужасный. Штейнберга еще с твердыми знаками. Дореволюционный, просто другого не было. Вот. И я читал сначала фразу по-русски, потом ее же на иврите. И некоторые слова узнавал или угадывал. Я старался обращать внимание на форму слова, а не только, значит, на его значение. Вот. И таким образом какие-то вещи у меня в голове прояснились. На следующий год я уже делал по-другому. Я читал сначала ивритский текст, фразу, а потом читал ее по-русски и сравнивал, что я понял, вот, и насколько правильно я понял. И, может быть, благодаря тому, что я учил иврит по Торе и ради Торы, да, я как-то вот иврит знаю. В том числе и разговорный, и обыденный. Вот. И приехал я в Израиль, уже, в принципе, мог общаться. То есть, я что-то понимал, и меня понимали, что очень важно. И теперь у нас возможностей больше. Я проецирую себя тогдашнего на сегодняшнюю действительность и вижу, как может идти изучение иврита по нашим классическим источникам сейчас. Я приготовил вам сегодня немного иначе, немного не так, как я это делал на предыдущих уроках. Подготовил вам текст. Ну, как я уже говорил, после шивот немножко сбилось у нас чтение Торы в Галуте, в Диаспоре, относительно земли Израиля. Вот. В Эрис-Исвейль вчера, в эту субботу, прочитали паршат, который называется «Шлах». А в Диаспоре читали предыдущую Баалутха. Но мы разбираем именно шлах. И вот последние строки паршата Шавуа «Шлах», собственно, это мафтер этой главы, это не что иное, как третья часть Шма-Исраэль, которая называется «Паршат Цицит». Я сейчас включу вам текст недельной главы и попробую разобрать вот эти несколько фраз. Я думаю, что не займет это у нас все время. После этого сколько успеем, пройдем вот отсюда. Вот. Это самое начало главы. И здесь слова, видите, они все выделены желтым, потому что я даже не нашел чего-то, для чего советовало бы слазить в словарь. А вот здесь я сделал наоборот. Те слова, которые мне были непонятны, не буду говорить сколько, но много лет назад, когда я только-только начинал разбираться с твоими молитвами, и которые, я думаю, могут быть непонятны вами, я выделил и их мы рассмотрим. Более того, я составил вот такой словарь. Так, все видят текст, правда? Да, да, видимо. А, выделены зеленым, так? Да. А вот сейчас что-то сменилось на экране? Нет. Не сменилось. Тогда я делаю, тогда я делаю так. Я останавливаю демонстрацию, и я включаю демонстрацию другую. Вот словарь, вот словарь. На этот словарь мы будем периодически переключаться. Сейчас его видно, да? Так. Прекрасно. Итак, открываем текст. Можете открыть Сидур на Шма-Исраэль, на третьей части. Вот, можете открыть Тору, можете смотреть на экран. На экране выделены вот эти вот слова. Сейчас, минуточку, сейчас я их включу. Вот оно. Так, каждый раз приходится переключаться. Итак, книга Бэмидбар. Параграф Эрек Тет Вав. Тет Вав это 15. И мы берем суким, то есть фразы. С ламадзай до мем алиф. Ламадзай это 37. Мем алиф это 41. Значит, я очень прошу вас. Вот сейчас я прочитаю первую фразу. Эта фраза, ну, несколько десятков раз встречается в мумаше. Конечно, мы ее разбирали. Тем не менее, давайте посмотрим на нее. Вайомер, Гашем, Эль Моше, Лаймок. Мы переводим ее так. И сказал Бог Моисею, говоря. Все слова вроде бы понятны. Вот это тетраграмматон, это имя Всевышнего, которое я произношу как А-Шем. Бог, вот, читается оно в причтении Торы и в молитвах, как А-До-Най, да. Пишется оно в тексте Торы вот так, тетраграмматонно. Четыре буквы, да. Вайомер. Корень алиф мемреш означает говорить. Да. Если мы откинем вот это вот вав, то получится йомер, это будущее время, да. Вав переворачивает, ну, такое правило в Танахе, будущее время на прошедшее. Поэтому в целом слово означает и сказал Бог. Эль – это направление, кому, к кому. Моше – это Моисей. И сказал Бог к Моисею. Леймор, слово леймор означает, ну, мы можем перевести его инфинитивом, говоря. Но комментарий, как раз, который мы вспоминали не так давно в главе Итро. Да, мы из главы Итро читаем чтение на Шавот. Вот там комментарий говорит, что это слово во всех случаях означает «для того, чтобы говорили». То есть Бог говорит заповеди Моисею, да. А Моисей их передает народу. То есть для чего Бог говорит с Моисеем? Для чего он ему передает эти заповеди? «Чтобы он леймор, чтобы он говорил это народу». Вот эта фраза. Дальше. Дабер – это императив, повелительное наклонение. Что такое «ледабер» говорить, «медабер» говорит. «Говори к сынам Израиля», то есть к еврейскому народу, «ве амарта алейхем» и скажешь ты им. Тут снова «амарта» – это прошедшее время, ты сказал, «ве амарта» – будущее время. И скажешь «алехем» – это не что оно как «эль», а «к» чему-то, вот как здесь, под буквой «алеф» стоит три точки, гласовка «сегол», но здесь она меняется на «хатавпатах». «Алейхем» – «к ним». «Ве асу» – без «ва асу» было бы «сделали». «Ве асу» – это «изделают». «Лахем» – «к ним» – для них. Но мы переводим это «изделают себе», да, «изделают им». Теперь слово «цицит», слово «цицит», да. Религиозный человек сразу понимает, о чем идет речь, что такое цицит, как они устроены, как они выглядят, да. А что нам говорит словарь? Дело в том, что словарь приспособлен к разным пластам лектики, в частности и к религиозному, но он не может быть однобоким. Многие слова входят в более употребимом значении. Но, как ни странно, я ожидал, что слово «цицит» как раз-таки, да, будет объяснено как кисти. Вот кисти, которые мы называем «цицит», но словарь дает нечто иное. Сейчас покажу вам словарь. Вот он, словарь. Ну, еще раз, конечно же, я поставил эти два файла, часа, может быть, два-три назад, в нашу букву в «Телеграм», откуда вы можете взять, оттуда удобнее будет их смотреть. Значит, в этот раз, сегодня, для сегодняшнего урока, я сделал вот что. Я не выписал нужные значения из электронного словаря «Ирис», а я скопировал все, что относится к данному слову, всю словарную статью, так, но выделил те значения, которые нам важны. Для чего? Я сейчас более направленно учу вас понимать текст, его анализировать, да, его препарировать, его разбирать пословно. Итак, слово «цицит». Что такое «цицит»? Словарь дает выражение «цица», «пучок» или даже «хохол», да, а вот кисти «цицит», да, откуда я это взял? Я это взял из словаря, из, извините, из молитвенника. Я взял молитвенник, самый распространенный, самый употребимый молитвенник издательства «Маханаем», «Шарейтфила», вот, и посмотрел перевод. Если вы смотрите на текст, допустим, в издании Хумаша с параллельным переводом, либо в текст, ну, поскольку это вошло в молитву, можете смотреть это в тидуре, так, с параллельным переводом, так, и сравниваете те слова, которые есть у нас в иврите, и те слова, которые есть в русском языке, да, вы сразу поймете, что вот это вот «цицит», это относится сюда, да, кисти, которые и называются цицит. Так? Если вы это не знаете, если вы вообще не представляете, что такое цицит, и первый раз держите в руках тору или молитвенник, да, то и вот это выражение кисти, цицит, вам ничего не скажет, да, и само это выражение, и, в общем-то, слово «пучок», или тем более «хохол», ну, я надеюсь, меня не упрекнут в отсутствии толерантности, да, это не я, это словарь, да. Вот, это вам ничего не даст. Ну, в тидуре, насколько я понимаю, есть объяснение, вот, в комментариях, но вообще все знают, о чем идет речь, так. Так, возвращаемся, а вы видите словарь? Я сейчас включил вам словарь. Да, да, видим, видим, видно. Значит, вот что относится к этому, к этому, ссюда и досюда, да, а вот это уже добавил я, вот это я просто напечатал с бумажного сидора. Смотрим дальше, переключаюсь обратно на текст. Так, текст. Так, «аль-кан-фей» на слово «канав» тоже давайте посмотрим в словаре. Ну, давайте так, давайте немножко вперед. «Аль-кан-фей-виг-дэй-хэм». Так, если мы смотрим параллельно, скажем так, одним глазом в еврейский текст, другим глазом в перевод, да, то мы что там увидим? Сделайте себе кистицицид на углах одежды своей. Сначала разберем слово «кан-фей», а потом слово «вик-дэй-хэм». Так, что дает нам словарь на «кан-фей»? Так, вот у нас словарная статья, она идет отсюда и вот досюда, да. Какое значение нам нужно, нам важно, да. Значение углы, которого здесь просто нет, да. То есть, очевидно, переводчик Сидура, зная значение, да, не счет, что нужно смотреть в словарь, и, в общем-то, он прав. Слово «канав» означает «крыло», «сторона», «пола одеты». Но в нашем случае более подходит слово, которое словарь не дает, слово «углы». Так, интересно, что вот это выражение «ар-ба-конфот», да, четыре угла, это «талит-катан», это та самая одежда, да, нижняя, которая носится под рубашкой или на рубашке некоторыми, да. Вот, она, значит, работает в светлое время суток, да, для того, чтобы человек находился в митцве постоянно, то есть, каждое мгновение он выполнял заповедь. На самом деле, если разобраться, да, заповедь – это заповедь запрещает носить одежду, которая имеет четыре угла, если к этим углам не приделаны цициды, да. Поэтому тот, кто в утренней молитве надевает, например, «талит-гадоль», да, он уже исполнил заповедь, да, его можно надеть и через, допустим, четыре секунды просто снять, заповедь уже исполнена. Но для того, чтобы постоянно находиться в исполнении заповеди, многие носят то, что называется «талит-катан», малый талит, в отличие от «талит-гадоль», которым окутывается голова и плечи во время утренней молитвы, да, и он же называется «арбаканфот» или на идиш называется «арбиканфес». Вот «талит-катан» называется по-ашкинастски «талискотн». Вот, как он выглядит, что он собой представляет, я думаю, вы узнаете. Ну вот тут есть еще и другие значения «арбаканфота арец» – «четыре стороны цвета». Кстати, отражение тоже из молитвы. «Векапцейну яхадме арбаканфота арец» и «собери нас вместе» – «четырех сторон цвета» – это из «шмонесре». «Канфейны шарим» – это тоже выражение из «торы». Ну, остальное нам не так важно. Далее идет слово «вигдейгем», которое я вам показал. Не буду возвращаться к тексту. Скажу вам только, что если я делаю копипастом, копирую это слово в словарь, то словарь далеко не всегда угадает это слово. «Вигдейгем» – все-таки он может угадать, что это слово означает одежда. Вот это значение дал сам словарь, я просто его выделил, чтобы его показать. Дело в том, что нормативная форма слова – это «бегед». «Бигдей» – это смехут множественного числа. Например, возьмем слово «бегед» – «ям» – «купальник». А как сказать «купальники»? Мы говорим «бигдей» – «ям» – это смехут. Или, например, «бигдей» – вот здесь есть, это слово уже стоит в смехуте. «Бигдей» – «эпель» – «траворная одежда» и так далее. Вот словарная статья про это слово. Вот отсюда и вот досюда. Переключаюсь снова. Идет слово «альконфивикдейм» – «ле доротам». Вот это слово словарь отказался понимать. Почему? Потому что, во-первых, оно имеет префикс «ле», да? Во-вторых, оно стоит во множественном числе «дорот», а не «дор», да? В-третьих, оно имеет местоменный суффикс «ле доротам», а не просто «дорот», да? И в-четвертых, оба раза вместо нормативного по современным правилам «холам мале», то есть огласовки «о», которая состоит из буквы «вав» с точкой наверху, да? Оба раза здесь стоит «холам хасер», то есть только точка без буквы «вав». Поэтому «ле доротам», да? Если вы посмотрите в перевод молитвы в словаре, вы увидите что-то наподобие в роды их, а словарь, да, покажет нам вот что. Во-первых, он подумает, что речь идет о слове «дар», проживать, обитать, да? И только когда я усечением из слова «ле доротам» и расстановкой «вавов», где это нужно, получил слово «дор», «дорот», да? Тогда словарь понял, откуда все это идет. Например, «дорей дорот», «поколение поколений» и так далее. «Доргамабуль» – «поколение потопа», «доргамидвар» – «поколение пустыни», да? «Бен доро» – «современник», «дорот» – это множественное число, да? «Но», «но», «но» дал слова еще и лишнее значение, архаичное значение «кругу», да? И снова он показывает нам «дар» проживать, обитать. Отсюда, кстати говоря, слово «дира», да? «Дояр» – это жилец, «дира» – это квартира. Так? Хорошо, тем не менее, с помощью перевода, ну, а вы с помощью меня, как ведущего курса, поняли, что «ле доротам» – что это такое? «Дор» – это поколение, «дорот» – поколения, множественное число, «доротам» – поколения их, «ле доротам» – для поколений их. Возвращаемся к тексту. Дамы и господа, я очень рассчитываю на обратную связь. Скажите, вы ощущаете, что сегодня я даю материал не так, как на прошлых уроках? Ну, да, ну, да, нормально. Не слишком медленно, не слишком занудно? Ну, не знаю, по мне лично, может быть, побыстрее. Ну, может быть, девушкам, юным девушкам. Понятно, вы слышали другие мнения. Может быть, кому-то надо побыстрее и помедленнее. Так, 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 так. Я не была на прошлых уроках, но мне нормальный, нормальный. Понятно. Просто раньше темп у меня был значительно выше, но я не ставлю себе задачу пройти больше текстов. Всю недельную главу за час нашей работы мы, конечно, не пройдем. Так. Хорошо. Вот мы разобрали слово «ле доротам». Дальше. «Ве натну». Я это ставил без разбора. «Натну» — это «натан». Что такое «натан»? «Дал». «Натну» — это «дали». Множественное число. Они дали. «Ве натну» — и «дадут». Буквально «и дадут». «Аль цицит» — на вот этот вот самый цицит. «Гаканав». Какой цицит? Слово «канав» здесь как определение. Цицит «гаканав» — это смехут, это соединение двух слов, то есть кисть угла, кисть воскрылки в некоторых переводах. Что же они туда дадут? Они туда дадут «птилтхелет». Слово «птил» и слово «тхелет» мы с вами сейчас разберем. Слово «птиль» — вот оно идет отсюда. И по созвучию, и по написанию соответствует слово «фитиль». Что такое «фитиль»? По сути, нить. Вот значение «шнур». Слово «нить» — это дополнил «я». Слово «это не дает», но это дает что? Сидур. Вот разное выражение со словом «птиль». А вот слово «тхелет». Слово «тхелет» может быть произведено от слова «тхила» — конец, но это бывает редко. Но в нашем случае нам подойдет вот такое значение «тхелет», которое словарь дает как «голубизна». Но я добавил голубого цвета «птил», «нить» или «шнур», «шнурок» голубого цвета. Что это за «тхелет» и как он раньше был в цицит? И почему сейчас нет в цицит? И почему некоторые таки «да» носят этот «тхелет» в цицит? И если присмотреться, можно увидеть несколько вариантов того, как завязывается цицит и того, сколько у них вот этого «тхелета». Все это не входит в наше рассмотрение. Я рассматриваю грамматику. Итак, «тхелет» — это нить голубого цвета. Более точно, это такая насыщенная голубая краска. Это и название цвета, и название вещества, краски, который добывался из некоего морского животного, который в Талмуде называется словом «хилазон». В современном иврите «хилазон» — это вообще улитка. Точнее, даже вообще слезняк. Слезняк. Вот, как с раковиной, так и без. Но там имеется в виду какое-то конкретное существо, из которого особым способом добывали эту краску. Вот есть выражение, которое тоже взято в этой истории. «Талит шекула хелет». Откуда оно взято, кто-то помнит? Из недельной главы Корах, точнее, из комментариев к недельной главе Корах, которую на этой неделе читает в земле Израиля, а вне Израиля на неделю позже. То есть «талит», который весь сделан из нити окрашенных «хелет». Так, хорошо. Возвращаемся к нашему тексту. Так, «хелет». «Вэ гая лахэм ла цицит». «И будет гая было, вэ гая будет лахэм». «К вам, для вас, у вас ла цицит». «К цициту» что будет? Вот это вот нить. Или сам цицит будет по другому истолкованию. То есть сам цицит будет для вас, для чего? «Ур и тем», «отто». И увидите его, так. «Ур и тем», разберем с грамматической точки зрения. Это слово, если мы вобьем словарь копипастом, тоже не будет узнано. Узнано, вот. А что нам даст словарь? Он даст нам слово действительно из этого, от этого корня. Но образовав его от слова «р и». «Р и» – это зеркало. Но нам нужно значение «раа» – видеть. «Ур и тем» – и увидев его. «И когда увидите вы». Вот оно как. Ну вот выражение для этого корня. «Ур и тем» – вернемся. «Ур и тем» – «отто». Слово «отто» мы с вами разбирали грамматически. Оно означает «ево». «У захартем». Ну, «у», конечно, это соединительный союз, который переворачивает время с прошедшего на будущее. Корень здесь «захар». «Зайн, хав, рейш». Что значит «захар»? «Помнить». «Зехер» – память. «Зихронот». Или «зикорон». В идишских песнях очень часто «йорн» рифмуется с «зикорон». «Йорн» – это годы, а «зикорон» – это память. «У захартем». А вспомните «вы». «Ур и тем» – это «узхартем». «Эт коль митсвот». Вот, посмотрите, как пишется это слово. Если его вбить в словарь, словарь даст вам совсем другое слово. Он даст вам слово «мацот». Потому что «мацот» пишется вот так. А как пишется, как согласно современным правилам орфографии иврита, пишется слово «митсвот», оно пишется с двумя «вав». И в том случае, когда это «вав», второе «вав» – это огласовка «о», а первое – это что? Первое – корневая буква. И в том случае, если нам огласовки не интересуют, чтобы показать, что это буква «вав», звучащая «вав», вместо одной буквы пишут две буквы. Поэтому вот это значение, значение нужное нам, которое мы можем получить из перевода молитвы в молитвеннике, я получил вбив сюда лишнюю букву «вав». Вот это слово он уже понимает, словарь как «митсвот», от слова «цива» или «цува». «Цува» – это «пуаль», «цива» – «мецавэ» – это «пиэль». «Цыва» – «повелел», «приказал». И отсюда «митсва» как «заповедь», «митсвот» – «заповеди». «Этколь митсвотай», да? Нет, это будет чуть позже. Сейчас, сейчас, да. Ну вот посмотрите, вот какие нам значения дает словарь. Так, совершенно верно. Теперь вернемся к тексту. Так. «Этколь митсвот» – «все заповеди Бога», «хашем». «Вааситем» – в другом месте я это слово разобрал, хотя надо было вот это выделить, а не это. Ну, раз уж я так сделал, то когда мы подойдем сюда, я напомню вам об этом слове. «Вааситем» – «и» – «будете делать отам» – «их», каковы их заповеди. Так. «Вело» и «не» – «татуру». В недельной главе, в этой шлах, да, слово «латур» используется и в самом начале тоже. Что оно означает? Думаю, что слово «туризм» произошло от него. «латур», да? Словарь дает нам «ездить с познавательной или разведывательной целью». Ну, на самом деле, в современном иврите скорее значение этого «туризм», да? Ну, вот есть еще и такое выражение, да? «Бвел взором». Так. «Вело татуру» – «вернемся к этому». Вот оно, вот этому слову. А вот перевод, который дает нам молитвенник, да? Вот корень, да? Что означает первый этап? Это префикс будущего времени, да, который означает второе лицо множественного числа. Будете, да? Будете что? Будете блуждать, будете ходить, глядя вокруг. Ну, и множественное число подчеркнуто вот этим вагом, так? Так. В других седурах, я помню, есть перевод «блудить» или «слоняться» или что-то в этом вроде. Нет, не это слово. Ну, в общем, смысл близкий, да? Так. Так, смотрим, смотрим дальше наш текст. «Вело татуру» – так. «Ахарей» – слово «ахарей», в общем-то, нам известно. Тем не менее, в словаре мы его посмотрим. «Ахарей» – «левавхем» – и вот этого «левавхем» мы посмотрим вместе с «ахарей». Так. «Ве ахарей» – «эйнаихем». И «эйнаихем» заодно тоже посмотрим. Так. Идем в словарь и видим, что слово «ахарей», вот оно, да, может быть произведено слово «ихер», «леахер» – «опаздывать», «идти», «после». Так. Но вот есть и значение для этого слова «ахарей». И вот из предлагаемых переводов я выбрал перевод «за», «вслед за чем-то». «Ахарей». Ну вот есть выражение с «ахарей». Так. Вот относительно вот этого выражения чуть позже, когда мы закончим, я вам расскажу интересную историю. Не потому что это так уж связано с «авритом», но потому что мне эта история нравится. Так. «Ахарей», «ахарей», «ахарей». И вот «левавхем». Слово «леот», тут что-то у меня сбилось, не так должно быть. Должно быть вот так. Наверное, так. Значит, есть слово «лев», означающее «сердце». Есть форма «левав», да, которая встречается в основном в «танахе». И это тоже означает «сердце». «Левавхем» – «сердца ваши», точнее «сердце ваши». Да. Так. Ну вот еще выражение. «Вэахарей», «эйнейхем». Вот слово «эйнейхем» как раз словарь поймет очень легко. «Айн» – это глаз. «Эйнаим» – это глаза. «Эйнейхем» – глаза ваши. Может быть, это не очень понятно нам, потому что «Айн» и «эйнейхем» звучат не так уж похоже. Да, к этому надо привыкнуть. «Ахарей левавхем» – «Ахарей айнейхем». А теперь я вернусь вот к этому выражению. «Ахареймот к душим эмор». Дело в том, что это название трех глав недельных торы, которые следуют подряд. «Ахареймот» – имеется в виду после смерти сыновей Аарона. «К душим» – это повеление Всевышнего. «Будьте святы, ибо я свят». А слово «эмор» обращено к Моисею. То есть Бог говорит Моисею, скажи, расскажи. Но вот эти вот названия, если прочитать их подряд, образуют некую фразу, которую можно понять так. После смерти святые ты должен сказать. То бишь, покуда человек жив, ты можешь говорить о нем и хорошее, и плохое. Ну, конечно же, есть правило Алашон Гарат. Если ты хочешь, чтобы человек изменился, ты должен сказать это ему в первую очередь, а не за глаза. Но, тем не менее, есть шанс, что человек исправится. После смерти человек уже исправиться не может. Поэтому, когда человек умер, следует говорить о нем только хорошее. Так вот, это не что иное, как шутка. И не так давно, несколько лет назад, я узнал, кому она принадлежит. Эта шутка принадлежит Перу, поэта средневекового, который жил в Риме, и поэтому называется он Эммануэль Римский. А Эммануэль, а Ромми. Эммануэль Римский составил, в частности, молитву «Игдал», в которой он зарифмовал 13 основ веры Ромбама. Но этот Эммануэль, кроме святой поэзии, он сочинял еще любовную лирику, поэтому современники к нему относились, мягко говоря, с опаской. Вот поэтому «Игдал» в некоторые седуру включен, а в некоторые не включен. Хотя в нем, конечно, содержание вне зрения. Так, вот мы разобрали «Ахарей левахем» в «Ахарей эйнейхем». Так, вернемся сюда. «Ашер атем» – «Зоним» – «Ахаригем». Слово «зоним», пока я его переведу, «блудно ходите» или «блуждаете». А выражение это мы поймем так. «Которые вы блуждаете, ахаригем за ними». То есть это относится к чему? «Левахем» и «эйнейхем» – ваши сердца и ваши глаза, за которыми вы блудно ходите, мы скажем по-русски, а на иврите конструкция должна быть именно такая. А вот теперь слово «зоним». Так, слово «зоним» – «словарь». Так, минуточку, я не переключил. Сейчас я это сделаю. Так. Видите, как много к словам «эйнаем», да? Так. Ага. Ага, вот «вырати темп» почему-то у меня здесь попалось. А вот тут продолжается «айн» и так далее. Так, вот выражения, которые взяты из перевода в молитвеннике или «торе», которые совращают в вас или влечетесь, да? Словарь может неправильно понять, как «зан» разновидность. Так. «Зан» – «эйна» буквально напитывал глаза. Слово «мазон», скажем, «берката мазон» происходит от того же корня. Но слово «зана» означает еще и грешить. И слово «зона» означает женщину легкого поведения. Да, выражение «бен зона», которое я переводить не буду, потому что это ругательство. И даже в современном иврите это воспринимается как оскорбление. Так. Но вот глагол «разврат»… Так. Что такое? Нет, все нормально. Хотел в шутку добавить, что последнее то, что ты сказал про ругательство, в сленге также считается одной из высших степень похвалы. Когда говорят, что это замечательно, типа «зашибись», вот именно это и подается. Ну, собственно, Пушкин это использовал. Айда Пушкин… Айда Сукинсин. Ну, да, да, да. Так вот это примерно и звучит. Я могу привести примеры, но хорошо, в следующий раз. Ну, ладно, оставим. Это все-таки не история, будут примеры, очевидно. Так, ну вот вы видите употребление этого слова как глагол. Так. Вот, вот, наверное, досюда. Интересно, что в авторе к нашей недельной главе, там, где рассказывается о разведчиках, посланных Евошуа, из одноименной книги, из книги Евошуа, да, они приходят к женщине по имени Рахав, которая живет в городе Ерехом, которая определенна как именно зона. И некоторые переводы считают ее, значит, женщиной легкого поведения. Другие говорят о том, что зона – это значит та, которая питает, та, которая дает пищу. То есть, содержательница, не притона, нет, а шинка, то есть шинкарка. Как это называется? Ну, что-то вроде, ну, место, где можно поесть, и там уже можно… Трактирщица, трактирщица, допустим, шутки. Да, 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 хорошее слово. Да, да. Ну, то, что она живет, между прочим, со своей семьей, да, и все они в одном месте, и она об этом говорит, да, и по тексту это видно, в общем, дает возможность считать, что это понимание даже более правильное. Итак, ашератем зоним, ахарей гем, ахарей гем за ними, после них. Ахарей мы разбирали. Так. Возвращаемся к тексту. Так. Ахарей. Ламаан. Ламаан. Слово ламаан. Давайте разберем. Ламаан словарь дает… И вот значение, которое не относится к нашему случаю. И ламаан – дабы, чтобы, ради, для. Так. Ну, а также из-за, вследствие чего-то. Так. И вот выражение. И вот выражение. Ламаан. Чтобы. Так. Ти зэкэру. Ти зэкэру. Корень зэхэр. Ти зэкэру. Будущее время – множественное число. Чтобы. Чтобы. Будете вы помнить. Да. По-русски это звучит так, чтобы вы помнили. Ва-аси-тэм. Вот это вот слово ва-аси-тэм. Для человека, который начинает изучать иврит, вряд ли ассоциируется со словом осэ или оса. Вот. А скорее ассоциируется с именем котика. Ва-аси-тэм. Так. Но на самом деле, вот он корень. Айн. Син. И буква. Эгэй. Которая здесь преобразуется в юд. Ва-аси-тэм. А-си-тэм. Это вы сделали. Ва-аси-тэм. И будете делать. Да. Для того, чтобы вы будете помнить и будете делать. Эт коль митсвоттай. Все заповеди мои. Вот слово митсвоттай. А вот слово митсвоттай. Заповеди мои. Ви-ги-ей-тэм. Эта форма вообще не используется сейчас. Но. 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 Словарь, тем не менее, ее узнает. Что нам дает словарь? Так. Вот слово асэ. Аса. Много, много разных значений и выражений с этим словом. Это вы можете посмотреть в файле, который выставлен на телеграм. Видите, как много значений. Обратите внимание, что к нескольким строчкам у нас идет более 15 страниц. Видите? Видите? Так. Ви-ги-ей-тэм. И были, поскольку форма прошедшего времени переворачивается вот этим вавом и будете. От слова ая. Так. Дальше идет слово. Ви-гэ-тэм к душим. Слово к душим. Святые. По-моему, я его вам переводил, но в принципе оно у вас уже есть, поэтому не будем отдельно обращаться к словарю. И лей-ло-и-гэй-хэм. Это слово элоким. Элоким. Вот оно. Так. Но вместо м, суффикса им, множественного числа, эй-хэм, бог ваш. И будете святы богу вашему. Ани ашэм элокей хэм. Я всевышний бог ваш. Ашэр, который гой цэйти. Ле-го цэй, это извлечь, да. Го-цэйти, извлек. Я извлек. Этхэм вас. Мэ-эрэц из земли, из страны. Мицраэм, это Египет. Ли-йот, это инфинитив. Быть лахэм, вам, для вас. Лей-лухим, богом. Ани адунай эл-эхэм. Я всевышний бог ваш. Вот так, за почти час урока, но здесь у нас еще осталось, мы разобрали несколько фраз. Но разобрали более подробно. Вот, давайте еще досмотрим словарь. Так, сейчас я переключу на него. Так. Так, ну вот, практически все. Ну, я хотел обратить ваше внимание на то, как переведено в Сидуе. Лей-лухим перед вашим богом. Ну что же, можно и так понять. Пред. Так. От сэйти я вывел. И ль-йот, здесь подчеркнуто, что это не просто инфинитив быть, а инфинитив направления, инфинитив целей. Чтобы быть. Чтобы быть вам богом, а не эшем эл-эхэм. Ну и когда мы читаем эшема, мы добавляем слово эмет. Эмет в Тору не входит. Здесь Тори этого слова нет. Ну вот, у нас осталось не очень много времени. Вот. Но все же я начну с вами разбирать. Это как бы вторая часть нашего урока. Вот. Текст самого начала недельного. Мы прочитали конец, а теперь передвинемся в начало. Так. Я выделил вот тринадцатая глава. Сначала с первого посолка по двадцать седьмой. Но все мы, конечно, не успеем. Вайдабэ рашем эль-мушелаймор. И сказал бог Моисею, говоря, шлах – это императив. Шлах – это значит послать. В том числе и послать по почте. Леха – себе. Ну, комментарий объясняет, почему здесь сказано шлах леха. Анашим – это множественное число от слова «иш» – людей. Ваятуру – этот корень мы разбирали. Латур – путешествовать, обойти, высмотреть, просмотреть. Эт эрец кнаан. Страну ханаан. Ашер ани нотен, которую я даю. Ливней Исраэль – сынам Израиля. Иш-эхад, Иш-эхад, по одному человеку, буквально человек один, человек один. Ле-матэ, матэ – это колено. Любой из двенадцати колен Израилевых. Действительно, от каждого колена был посланец. Вот, значит, колено Эфраима и Минаше считались за два колена, а не за одно колено Иосефа. Но от левитов не было представителей. Мате. А вот тав, отцов ваших. Ти-шла-ху. Ти-шла-ху. Пасхлите. Коль всякий на-си-багэм. Каждый из них должен быть на-си. То есть, уважаемый человек на-си. В современном ибрите – это президент. Ва-и-шлах и послал. Вот тот закон, что и здесь. Оттам их муше. Ми-мидбар паран. Из пустыни Паран. Тот, кто не знает этого слова, пустится в словарь, но там ничего не найдет. Это название пустыни. Пустыня так называется паран. Аль-пи-ха-шем. По устам Всевышнего. То есть, согласие с его мнением. Ну, на самом деле, комментарий объясняет, что Всевышний это разрешил. Кул-лам. Все они. Анашим. Все они названы Анашим. Анашим – это уже определенная ступень. Это человек уважаемый. Арашим – на Исраэль. Главы сынов Израиля. Гемма. Гемма вместо Гем – они. Вэ-элэш-мотам. И вот их имена. И дальше идут их имена, которые мы читать не будем. Вот. Хотя эти имена тоже имеют определенное значение. Вот. Потому что мы, в общем-то, не тренируемся в чтении. Так? Вот досюда вот эти двенадцать имен. Энаш-мотам-нашим. Вот имена людей. Ашэ-шалах-муше. Которых послал Моисей. Ла-тур. Абэйти. Эт-ха-арэц землю. Ва-экра-муше ле-гошеа бин-нун. И назвал Моисей человека, которого звали до этого Го-шеа. Сын Нуна. Он дал ему имя Е-го-шуа. То есть, если вы посмотрите на запись, то вы увидите, что вот эта буква Юд, Юд, буква Юд, она добавлена к имени Го-шеа. И получается Е-го-шуа. Ва-эшлах-у-там-ушей послал их Моисей Ла-тур от Эрец Кнаан пройтись, попутешествовать по стране Ханан. Ва-йомер алием и сказал им Алу, поднимитесь. Тот же корень, что в слове Аль-на. Зе. Ну вот слово Зе тут как бы лишнее. Зе это буквально этот. Ба-негев. Негев это и пустыня Негев и Юг. Потому что находится она к Югу. Ва-али-тем и поднимитесь вы. Эт-агар. Ну, почему поднимитесь гору, я объяснить не могу здесь. Мы сказали бы Аль-гагар на гору. Вот, но смысл тут именно такой. Гар – гора, Га-гар – определенная гора. У-ур-и-тем. И вы увидите, и вы посмотрите. Эт-га-ар-эц-ма-и. И увидите страну. Что она, что она собой представляет. Обратите внимание, что слово Ги в нескольких местах в Торе написано не с Юдом, а с Вавом. Но читается она, тем не менее, Ги. Как читать? Это определяет Месора традиция. Ве-эт-га-ам. И народ. Га-йошев. Сидящий, живущий, находящихся. Алей-га. На ней, на этой земле. Что надо узнать про этот народ? Ге-хазак. Гу-га-рафе. Хазак сильный. Рафе. Слабый. Обратите внимание, что слово Рафе, связанное со здоровьем, с врачами, пишется иначе. Там Алиф на конце. А вот это слово, да, означает именно слабость. Так вот, народ этот силен или слаб. Га-ме-ат. Малочислен. Ме-ат. Это немножечко. Ме-ат. Ме-ат. Сколько тебе наличаю? Ме-ат. Немного. Гу-им-рав. Раф это в данном случае многочисленный. У-ма-га-арец. И что земля? А-шер-гу-лю-шев-ба. Которая он, то есть этот народ, сидит в ней. Какова земля, в которой этот народ находится? Га-това-ги. Хороша она, слово ги с вапом. Снова. Им-ра-а. Или-ла-ха. Вот такая конструкция. Га-это, я вам объяснял на прошлом уроке неделю назад. Это вопрос. То есть, хороша ли она? Буквально мы читаем, если плоха. И есть комментарий, который говорит, что Муше им намекнул. Даже если вам покажется, что страна эта плоха, знайте, что даже и это для нас хорошо. Но тем не менее, перевод здесь такой. Хороша она или плоха? Ума-ге-арим и каковы города. Слово ир-город. Воносный в смысле арим. А-шер-гу-лю-шев, который он сидит. Ба-гена в них. Да, в этих городах. Каковы города, в которых живет этот народ. Га-бе-ма-ханим им ба-ми-в-ца-рым. Слово махане нам неоднократно встречается в Торе в значении стан. Стан – это жилище на открытой местности. А что такое мив-цар? Это окружены забором, защитным или даже городской стеной. В русском языке тоже слово «город» происходит от слова «ограждать». Собственно, строили крепостную стену, а стену перестраивать очень тяжело. Разбирать ее – это капитальное сооружение. Да, и расширять площадь города – это нереально. А население города все растет. Поэтому со временем все более и более скучно живут люди внутри этого города. Тем не менее, они находятся под защитой стены. На ночь городские ворота закрываются, да, и охранники ходят поверху стены, высматривая, не покажется ли неприятель. Путник, который приходит в город уже после захода солнца, да, он стучит во ворота, и стражники, если видят, что действительно это путник, он один, он не вооружен, да, пускают его за определенную плату, которая полагается им за труд. Не так уж легко и просто открыть укрепленные ворота. Бивцар – это укрепление. Умага арец – и какова земля? Га шменаги – им раза. Шмена – буквально живная, да, в данном случае тучная, то есть дающая хорошие плоды. Роза – тощая, да, то есть неплодородная. Га еш ба ец им айн. Есть ли в ней дерево или нет? Ну, буквально имеется в виду растутленные деревья, но есть и другие объяснения. В гид хазак тем, вот он корень хазак, крепкий, сильный, и укрепитесь, гид – это ся, то есть соберитесь силами, укрепитесь, в лаках тем и возьмите, ми при ха арец – из плодов земли, ве ха ямим, а дни, емей – дни бикурей анавим. Анавим – это виноград, а бикурим, бикурей – это первые плоды, то есть время, когда начал поспевать виноград, когда первые грозы винограда созрели. Вот так, дорогие товарищи. Вот здесь мы, пожалуй, остановимся. Так, я все же хочу услышать от тех, кто сегодня присутствовал на уроке и на прошлых занятиях тоже у меня побывал, да, стоит ли, имеет ли смысл вот так вот подробно, как в первой части, рассказывать значение слов. Это то, что меня просили. Не слишком ли я растягиваю? Да, вы, господа? По мне, немножко, ну, как бы слишком, много слишком о каждом слове. Анна, понимаю, да. Вы имеете в виду, что слишком подробно, слишком нудно? Ну, да, как-то получилось немножко занудновато получилось. Понимаю, да, мне самому это не очень понравилось. Вот, или имеется в виду на слишком начальном уровне. Анна, ну, я просто знаю ваш уровень, поэтому понимаю, что много информации для вас известны. Так, а остальные, что у меня молчат? Даже не вижу, кто у меня. Мне тоже показалось, что немножко медленно. Может быть, элементарные слова, наверное, так подробно не стоит разбирать. Понятно. Понятно, хорошо, учту. Так, вы вошли под ником Альберт, да? Это вы? Нет, это женщина, это Вера, по-моему, женщина была. А, это Вера, просто я не вижу сейчас вас всех. Было Вера. Понятно, Вера, понятно. Понятно, так. Ну, хорошо, учтем. Ладно, вопросы по сегодняшнему материалу? Ну, прекрасно. Значит, мы с вами встречаемся с Божьей помощью через неделю. Если все будет нормально, я на это надеюсь. Так, всего доброго, до свидания, счастливо.